Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Моё имя Роман Малак. И я напомню, что в это время по традиции мы, как всегда, начинаем программу «Один на один». Программу, в которую мы приглашаем депутатов Кривого Рога из разных районных советов, из городского совета и даже иногда у нас бывают депутаты областного совета, которые представляют там город Кривый Рог. Сегодня у меня гость совета Дзержинского, наиболее близкого к нам, но это я говорю в территориальном смысле этого слова, депутат от партии «Сила людей» Евгений Карис. Здравствуйте! Добрый вечер, Моран. Мы сегодня обсудим много с вами важных тем. Ваша партия активно достаточно ведет себя во всех районных советах и в городском в том числе. Мне удалось сегодня посмотреть прямую трансляцию заседания городского совета. Там выступали многие люди, в том числе и ваша партия. Я начну нашу беседу с того, спрошу вас, как вы попали в политику, как это все начиналось. Если можно, вашу маленькую биографию, чтобы люди, те, кто не голосовал за вас или не голосовал вообще, узнали, кто вы и откуда. Я в Кривом Роге родился. Мои родители здесь, ну они родом не из Кривого Рога, но я родился в Кривом Роге, всю жизнь прожил. Здесь учился в школе, в институте. Родители работали на шахте и мама, и папа. Ну, как бы обычно ничего такого волшебного нет. А политика? Зачем это вам надо? И был ли какой-то особый переломный момент, когда вы посчитали, что на нее можно смотреть не только по телевизору, а и принять в ней участие даже в такой маленькой районной политике? Я знаю, что у вас на ваших эфирах очень часто все говорят, что городская жизнь это больше не политика, а какое-то хозяйство. Скажите, как есть по вашему. Да, ну, я тоже так думаю. Но в любом случае это какое-то там, хоть маленькое, но в любом случае политика. И мы это видим по тем вариантам, как сейчас все происходит. Ну, я просто скажу, что она, многие говорят, что хозяйственная работа, но она, наверное, хозяйственная, когда к вам приходит бабушка и говорит, у меня течет крыша. А когда выносится решение какое-то на голосование, вот тогда вступает настоящее, классическое в Украине понимание этого слова политика. Да, политика, чтобы это решение приняли, надо со всеми еще договориться, чтобы его приняли. То есть со всеми, вроде бы, противоборствующими силами. Поэтому так некоторые решения, которые хорошие, но не всегда получается принять. Потому что пока мы еще не настолько научились хорошо быть политиками, скорее всего. Поэтому пробуем свои силы и учимся. Как начиналось все? Начиналось очень просто. После революции в нашей стране был очень большой запрос, как и у меня и у моих коллег. И мы объединились в большей степени с точки зрения общественной деятельности. Делали какие-то социальные проекты, правильные проекты, связанные с энергоэффективностью, с другими направлениями. И когда были объявлены выборы, мы поняли, что те политические силы, которые представлены на Криворожской конкретной арене, но мы явно не можем за них голосовать по разным причинам, объективным или субъективным, мы приняли решение, что мы можем попробовать свои силы. И мы объединили очень большое количество общественных организаций, которые поверили в нас, в наше совместное движение, в нашу победу. И мы устроили эту предвыборную кампанию полностью прозрачно, честно, открыто, за очень маленькие деньги относительно. И сумели сделать первый шаг, то есть войти во все районы Совета Городской. А раньше вы интересовались этим делом? Вот помаранчевая революция была в 2004 году. Как вы к политике, ну не знаю, до Майдана относились? И относились ли как-то вообще? Менее активно я больше занимался, я предприниматель, поэтому больше занимался бизнесом. И откровенно, ну просто наблюдал за этим, за всем. Мне постоянно это было интересно, как это происходит, как развивается наше общество, государство, почему так получается, какие-то, ну то есть какие-то умозаключения и выводы свои я пытался сделать из этого всего. Но принимать активное участие, ну просто не находил, скорее всего, даже где себя применить в этом. Потому что сама по себе система, в которой мы жили, она мне изначально не нравилась, не подходила. И вот узнав о новой политической силе, плюс сложились, как говорится, все звезды в одно единое, ну я принял решение для себя попробовать все-таки свои силы. Вы достаточно крупный бизнесмен, как для Кривого Рога. Вы являетесь руководителем одного из крупнейших в Украине производителей металлопластиковых окон. Я хотел спросить, давайте вспомним математику с вами. Между словами политика и бизнес, какой можно математический знак поставить? Ну, скорее всего, разделить надо. Разделить? Ну, почему? Ну, может быть, я не знаю. Но еще раз говорю, у меня нет амбиций какого-то большого политика для того, чтобы быть там, ну, на серьезном уровне. На самом деле мы шли в эту политику местную для того, чтобы действительно что-то поменять в этом городе. У нас не было задач влиять... Самое важное из того, что вам уже удалось поменять за вашу каденцию вот эту чуть более полугода. Ну, мы считаем... Вы считаете, вот может быть, ваше личное самое большое такое событие, которое вы смогли поменять, ну и событие, которое смогла поменять силы людей в Кривом Роге? Ну, я не разделяю какие-то свои достижения, не отделяю их от достижений партии, потому что, ну, это реально наше общее дело. И здесь не только депутаты, у нас огромная команда, много людей, которые продолжают этим заниматься и после выборов. Поверьте, у нас, ну, у нас экспертные группы есть там и так далее. Поэтому это скорее достижение... Просто оно там с разным успехом в разных районах может движется, и в городе из-за разного расклада сил. Ну, в любом случае, это общее достижение. Ну, я считаю, что одно из достижений, которые можно отметить, это хоть и неполноценное, но внедрение Прозора в Дзержинском районе, пока оно внедрено не везде, а только в исполкоме, но мы работаем над тем, чтобы... Давайте поговорим детально. Для многих людей это непонятная тема, непонятная потому что, ну, наверное, если сравнить, это как вот полиция новая. Когда мы ее видели в Киеве, в Одессе, мы примерно понимали, как это классно. Когда она появилась в Крюмроге, мы уже хотя бы реально можем понять. Другие ощущения совершенно. Да, да, совсем другие ощущения. Ездят машины, мы уже можем как-то на это реагировать. Вот касательно Прозора. Давайте начнем с того, какой город можно назвать самым прозрачным. Какой город... Столицей Прозора. Да, столицей Прозора. Ну, я считаю, что это Днепропетровск, причем в большей степени с точки зрения именно областного совета. Ну, причем, чтобы вы понимали, у нас масса объектов находится на территории нашего города, у которых подчинение областное, и они сегодня уже проводят свои закупки через Прозора. Ну, то есть, условно, все больницы, а не областного подчинения, и все закупки больниц, которые в нашем городе производятся, они производятся по той системе, которая приняла для себя областная администрация. Сам город Днепропетровск, в том числе, и, по-моему, все районы в городе внедрили Прозора. Произошел там небольшой откат. Ну, скорее всего, люди поняли, что она настолько действенна, эта система, что... Главное, чтобы телезрители слово «откат» поняли правильно, потому что откат – это возвращение назад. Да, возвращение назад, имеется в виду. То есть, Днепропетровский городской совет принял решение по двум самым денежным распорядителям финансов отложить. То есть, они сначала внедрили Прозора, а потом приняли по этим двум распорядителям его отменить на какой-то срок. А потом поняли, что в этот срок они тоже не успевают все деньги распилить, скорее всего. И поэтому они приняли еще дальше его отложить. Там был конфликт, который даже вышел за рамки Фейсбука, а там он и начался. Макс Нефедов, который является главным родоначальником, главным пиарщиком этого всего дела. Он Бориса Филатова, мэра Днепропетровска, пожурил. Сказал, как это так? Вы же согласились, а потом взяли и отменили. На примере у них было... Он сказал, что это не время еще, это не всегда можно применять. Там был огромный важный момент касательно Прозора в Днепропетровском, Днепровском, уже можно так сказать, метрополитене. На что он сказал, что метрополитен еще не готов к этому делу. На что Макс Нефедов сказал, ну а как тогда киевский метрополитен готов и покупает все это дело. Почему так происходит? Ведь человек совсем недавно... Это так выглядит политика, когда он говорит, что это надо, а потом через время это не надо. Я не касательно его действий, я касательно просто Прозора именно в Украине. Почему такие происходят? Общение с этими людьми, она зачастую просто сводится к популизму. То есть к тем словам, которые можно сказать... Не факт, что ты их выполнишь, но их можно пообещать, задекларировать. Давайте поговорим о популизме. Вы приняли в Дзержинском совете Прозора, и я задам вопрос. Толк с этого какой? Вот уже он принят достаточно давно. Пока толка не очень много, потому что он в тестовом режиме. Первое и второе, еще раз говорю, он принят только в исполкоме. То есть основной распорядитель денег, самый денежный, это районные виды Лосвиты. Он категорически, они говорят, что мы не можем его туда принимать, Прозора, потому что финансируется образование из города. Но это на самом деле все не так, и мы будем давить. Очень большие деньги через вид Лосвиты проходят. И я считаю, что там обязательно должно быть внедрено Прозора. И все люди, все жители, все горожане должны четко понимать, куда эти деньги тратились. И они действительно были конкурентные цены, выставлены на все эти товары и услуги. Что будет с Прозора 1 августа? Потому что это такая линия дедлайн, которая кого-то пугает, кому-то непонятно. Что произойдет на законодательном и на фактическом уровне 1 августа? С 1 августа все распорядители бюджетных денег должны будут проводить свои закупки через систему Прозора. Но есть понятие порог, который выставлен законодательством. Если не ошибаюсь, это 500 тысяч на товары и 1,2 млн на услуги. Соответственно, все, что ниже этого порога, если не принято другое решение, то любой распорядитель финансов принимает свое решение, каким образом проводить эти закупки. Другими словами, пока не будет принято решение в каждом районе и в городе в целом о внедрении системы Прозора на допороговых закупках с минимальным уровнем нижним, условно 5 тысяч, например, для района и 10 или 20 тысяч для города, никакого эффекта мы от этого не получим глобально. Потому что и до этого проводились тендеры, они были, может, не такие прозрачные, как будут в Прозора. То есть мы получим, конечно же, эффект, но не на всех деньгах. Основная масса закупок все равно делается на допороговых закупках. И поэтому задача внедрить везде, в каждом районе и в городе в целом обязательно... Вот это только на уровне района можно внедрить. Законодательство общеукраинское, оно никак это не регулирует. Конечно. Это политическая воля как на уровне районов, так и на уровне города. Давайте тогда поговорим о том, что Прозора, вот эти вещи такие общие, которые касаются всего города или всего района, это, наверное, тоже связано у вас с политикой, потому что там вступает в противоборство партии, которые, может быть, не сильно это им нравится. Заинтересованы в обратном, я бы сказал. Пока еще это непонятно. Мы приглашаем для того, чтобы разобраться со всех сторон. Я хотел бы спросить об общественной деятельности, но все-таки многие утверждают, что депутатская деятельность районного депутата это общественная деятельность, и вам приходится зачастую ваш электорат, люди, которые... Ну так, целевая аудитория ваша прямая, это люди с проблемами в рамках района. Течет крыша, упали ветки, какие-то проблемы, может, с жильем, с квартирами, с документами. Вот с какими вопросами к вам обращаются люди, и, что самое главное, хочу узнать, что вам уже удалось решить из того, с чем приходили избиратели? Ну, какие-то... В основном вопросы у людей, я думаю, что вы догадываетесь, что они непростые. Зачастую это уже какие-то... У некоторых откровенно мы удивились. Было обращение у женщины, которая чуть ли не 5 или 7 лет ходит в управляющую компанию, пытается им доказать о том, что ей неправильно насчитывают, ну, всему дому неправильно насчитывают услуги этой компании. Она ходит к ним 7 лет, и ничего не получается. То есть для того, чтобы разрешить такую проблему, которая не решалась 7 лет, но очень быстро ее не решишь. То есть это много нужно понять информации изначально, запросить ее, обработать и так далее, и так далее. То есть сказать, что мы уже каких-то результатов глобальных добились, ну, нет. У нас в процессе просто ряд обращений, с которыми мы работаем, откровенно. Ну, или там выделение... Ну, вот я просто слышал, было на одном из приемов граждан, было обращение по поводу выделения человека комнаты в общежитии. Ну, там тоже какая-то сложная ситуация с тем, что у него какая-то есть какое-то жилье, он хочет другого вида. Соответственно, это должны быть какие-то решения, подготовка, юридические вопросы и так далее. Ну, то есть, прямо вот сейчас взять и похвастаться, что мы там всех, как супермены, уже решили каких-то кучу проблем. Вы человек, я думаю, очень занятой в плане работы. Вы генеральный директор крупной компании. Как много времени вы уделяете именно районной политике тому, ради чего вы шли в эту политику? Сейчас, откровенно, могу сказать, что не очень много я уделяю времени, потому что у меня, кроме моей непосредственной работы, есть еще партийная работа на всеукраинском уровне. И вот ей, наверное, я уделяю больше сейчас времени, чем... Вы член политической рады, член политрады силы людей во всей Украине. Сколько в эту политраду входит людей? 21 или 22, на сегодняшний день. Я прекрасно понимаю о том, что сила людей, ну, как бы на устах. Ее слышали здесь в Криумроге. И о ней мы слышали не раз в новостных сводках с Мариуполя. Там достаточно тоже активно. Но если взять другие регионы, ну, к примеру, там, наверное, Харьков, наверное, Львов, наверное, не знаю, там, Винница, там никто и не слыхал. В Харькове очень хорошо слыхали. Серьезная организация, довольно давно, и очень хорошая представленность по депутатам. Я хочу услышать, осталось у нас чуть больше трех минут, хочу услышать о планах силы людей, о тех, которые вы не скрываете. Мы, если говорить на всеукраинском уровне, мы сейчас занимаемся очень активно партийным строительством. Наш опыт очень многих людей вдохновляет, как вы сказали правильно, Кривого Рога, Мариуполя. Поверьте, сейчас очень мощно строится партия в Донецкой, в Луганской области, в Ровенской, везде. И на Западной Украине, и на Восточной, и в Центральной. У нас, кроме тех депутатов, которые есть, у нас есть мэры городов небольших. Вот мы буквально недавно ездили, наши люди... Вот здесь я хотел спросить у вас такую вещь. Мэр города, который является членом вашей партии. Вот есть там что-то уникальное в этом городе? Вот может стать город Лас-Вегасом только из-за того, что там мэр? Вот, к примеру, от вашей партии. Или кто-то придет и скажет, что вот от нашей партии. Или все это тенденция... Нет, это общая. То есть, должно быть первое, конечно же, руководство, какая-то политическая воля или желание действительно сделать город лучше. Если это желание есть, и громада видит это от своего руководителя, они присоединяются и делают невообразимые вещи. За очень маленькие деньги город просто превращается просто в цветущий. Вы, наверное, много ездили по работе. Вот самый интересный такой, уникальный город в Украине, каким вы считаете, самый развитый? Кроме Киева. Мы сейчас Киев, столица, вот такие финансовые центры отбросим, вот так, чтобы вы сказали, да, вот там могут делать. Я не знаю, именно в Украине вы имеете в виду? Не знаю, наверное, Львов. Но опять же, Львов это тоже как условно бренд и так далее. Ну то есть, да, с точки зрения каких-то новых сервисов, ну, в Винницу могу отметить то же самое. Но Винница очень серьезно продвинулась с точки зрения сервисов для людей, для жизни, для горожан. Что в планах у силы людей в Кривомроге? Что вы себе ставите, намечаете на лето, до конца этого года? Мы продолжаем партийное строительство. У нас есть ряд, ну, еще раз говорю, у нас большое количество общественных организаций, их выдвинули кандидатами своих членов. И, соответственно, мы продолжаем сотрудничество с этими организациями. Масса общественных проектов, за ними можно следить на нашей странице в Фейсбуке, в Интернете. Очень много проектов общественных имена. Ну, они не прекращаются. Где вы лично ведете прием? Мы всегда эту информацию в конце даем, для того, чтобы контакт телезрителей получили с гостями? Прием веду очень близко от этого здания, прямо в здании исполкома Дзержинской районной рады. По понедельникам мы все вместе, наша фракция, силы людей в Дзержинском районном совете, принимаем в 17.30 в здании Дзержинской районной рады. Вы очень много говорили сегодня о том, что многие люди в Украине живут по принципу «Моя хата с краю». В чем проблема в современной Украине? Вот как нам построить Европу здесь? Потому что, когда мы ее построим здесь, мы автоматически станем частью Евросоюза. Мы территориально двигаться никуда не можем, и закреплены мы именно на этой земле. Вот ваша версия. Я считаю, что это вообще одна из самых больших проблем. То есть люди, неверие и неготовность брать на себя ответственность порождают то, в каком обществе мы живем. У нас последние события мы видели, вот сейчас чемпионат Европы по футболу, и мы видим реакцию людей на проигрыши нашей команды. Но кто из этих людей, которые кричат условно проигрыши команды, пошли сами и поиграли в футбол, потренировались, или повели своих детей и так далее. У нас если взять, посмотреть долю людей, которые активны и хотят что-то делать, и что-то менять, этих людей очень мало. Вот это и есть основная проблема. Когда общество само проснется, поймет, что не сделав что-то... Как его разбудить, если оно само не проснется? Ну, наверное, каким-то позитивным опытом в том числе, какими-то маленькими победами для начала. Ну, а потом, благодаря этим маленьким победам, может быть, таких политических сил, как наша, кого-то это будет вдохновлять, и люди будут видеть, что действительно вопрос в неверии. То есть, с одной стороны, они не хотят, а с другой стороны, они не верят, что вообще что-то можно изменить. Когда люди поверят в это и встанут, и начнут каждый делать свое маленькое какое-то дело, ну, будет абсолютно другой результат, я убежден. Большое спасибо за беседу, Евгений. Сегодня был у меня в гостях депутат тут партии «Сила людей», депутат Зержинского районного совета, пока еще Зержинского, скоро Металлургического, Евгений Карис. Большое спасибо за ответы на мои, я думаю, несложные, интересные вопросы. Оставайтесь на Первом городском, много интересной информации здесь. Есть интересные гости совсем скоро вместе с Иваном Дудчаком в интервью дня. Я прощаюсь с вами, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова